Коллеги, доброе утро! Каждый россиянин имеет право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ней. Об этом сказано в Конституции Российской Федерации. Кирченский полуостров является уникальной территорией. Он намывается сразу двумя морями, Черным и Азовским. Здесь степь соседствует с горным массивом. О том, как сохранить уникальную флору и фауну восточного региона, а также о том, какие коррективы могли бы внести кирченские экологи в Конституцию, нам сегодня расскажет Наталья Сытник, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии моря Кирченского государственного морского технологического университета. Наталья, доброе утро! Доброе утро, Дарья! Доброе утро, крымчане! Одной из актуальных проблем современности является проблема реализации экологических прав человека. То есть, да, с одной стороны мы видим в статье 42 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого из нас на благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию о ней, а также на компенсацию ущерба причиненного здоровью граждан либо имуществу его в связи с экологическим правонарушением. Однако реалии таковы, что ежегодно ущерб, наносимый окружающей природной среде, приводит к тому, что природные системы теряют способность к самовосстановлению. Количественные запасы природных ресурсов ежегодно истощаются. Ну а если говорить о качественных параметрах окружающей среды, то она действительно деградирует. И в современных условиях мы уже можем говорить даже не сколько об ухудшении здоровья граждан, сколько о сложившейся угрозе существования человека как биологического вида в условиях ограниченности природных ресурсов. Да, и поэтому центральной задачей государственного регулирования, конечно же, должно стать снижение воздействия человека на негативного воздействия, на среду его обитания. То есть здесь, конечно же, нельзя сказать, что государство ничего не предпринимает. Отнюдь. То есть идет активное реформирование природоохранного законодательства, которое мы наблюдаем в последние годы. Но, однако, к сожалению, существенных результатов мы пока не видим. Проблем, по сути, очень много экологического характера. Но с учетом ограниченного времени прямого эфира, я хотела бы акцентировать внимание на наиболее насущной, свойственной не только Республике Крым, но и в целом каждому субъекту РФ. Это проблема образования отходов производства и потребления. Проблема является достаточно болезненной для нашей Республики, поскольку на территории полуострова отсутствуют перерабатывающие предприятия, отходы. Полигоны переполнены, сортировка затруднена. И, как следствие, мы видим рост количества несанкционированных свалок. Вместе с тем, система селективного сбора позволила бы решить две ключевые проблемы. Это снизить объемы образования отходов и значительно сэкономить природные ресурсы. То есть правительство Российской Федерации, с одной стороны, с 2018 года запретило размещение на полигонах ресурсоценных отходов. То есть таких, как бумага, картон, полиэтилен, цветные, черные металлы и ряд других. То есть, по сути, тех отходов, которые образуются ежедневно у индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Да и, по сути, у нас с вами. Но, к сожалению, по сей день в Республике Крым раздельный сбор затруднен. То есть вот эта система достаточно инертна. И причины этому – это отсутствие либо недостаточное количество мест, площадок, где расположены специальные контейнера. То есть по цветовой гамме, позволяющие сортировать отходы. Малое количество пунктов приема вторичного сырья. Ну и одна из, я так думаю, ключевых составляющих – это низкая экологическая сознательность граждан. То есть не каждый из нас готов, начиная с сегодняшнего дня, заниматься сортировкой, не понимая целесообразности. И в связи с этим, я считаю, достаточно актуальным в настоящее время – это экологическое просвещение граждан. То есть доведение информации, почему данная ситуация является серьезной, и как ее можно решить. А в какой форме можно проводить такое экологическое просвещение, как вы считаете? Различные формы – это и проведение семинаров. Здесь вот я тоже хотела бы продолжить. Это и экологическое образование, которое, с одной стороны, предусмотрено в рамках 7-го федерального закона. Но вот здесь, мне кажется, нужно было бы расширить. И вот еще один такой момент – это экологическое воспитание подрастающего поколения. То есть если мы, допустим, обратимся к опыту Японии, одной из мировых лидеров по переработке отходов, то мы увидим, насколько эффективна система экологического воспитания детей дошкольного возраста. То есть воспитатели с ранних лет формируют у ребенка трепетное чувство к окружающей природной среде, к животному миру. То есть в игровой форме они учат детей сортировать отходы. А ведь если мы обратимся к исследованиям психолого-педагогического характера, то мы поймем, что шестилетний возраст – это как раз-таки та ключевая точка, тот возраст, который формирует нравственные ориентиры ребенка. И вот здесь, конечно же, не только экологическое воспитание и ряд других моментов можно было бы искоренить в будущем. И, как мы видим, достаточно ключевыми, центральными являются вопросы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. И, на мой взгляд, необходимо дополнить конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, то есть некоторое такое абстрактное понятие, более конкретными формулировками. То есть, например, сохранение, рациональное использование природных ресурсов посредством извлечения ресурсоценных отходов с последующей их переработкой. Ну и, конечно же, экологическое просвещение и экологическое воспитание подрастающего поколения, поскольку дети – это наше будущее, и на них вся надежда. Стоит ли, может быть, именно как-то в разрезе школы проводить такое экологическое воспитание, чтобы на уроках детям рассказывали о том, что природу очень важно беречь и сохранять? Да, конечно. То есть, с одной стороны, экологизация, то есть проникновение экологии во все сферы знаний, она на сегодняшний день наблюдается. С одной стороны, учебные программы предусмотрены, да, то есть ряд дисциплин, доводится информация, но вопрос, как она преподносится, да, то есть и здесь инновационные формы обучения, опять-таки обратимся к опыту Японии, наглядные, понимаете, то есть когда не просто дети готовят рефераты и выступают с ними, это достаточно скучно, да, а опять-таки все те же игровые формы, наглядные формы, они могли бы дать ощутимый результат. Хорошо, Наталья, спасибо большое за эту полезную информацию. Я надеюсь, что при принятии поправок в 42-ю статью Конституции, она обязательно пригодится и будет важной и полезной. Я напоминаю, коллеги, что у нас сегодня в студии была Наталья Сытник, доцент кафедры экологии моря Керченского государственного морского технологического университета. На этом у меня все, я передаю вам слово. Большое спасибо, Даша, за познавательную информацию, желаем вам отличного настроения и только добрых новостей. Ну а нашим телезрителям напоминаю, что на связи была Керчь и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Дарья Зимина.